МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программы Калейдоскоп. В ней мы рассказываем о самых интересных событиях, неординарных людях и делимся с вами полезной информацией. Все это, как кусочки разноцветного стекла, складывается в удивительные узоры жизни нашего города. Холодные осенние деньки располагают к посещению музеев. Там тепло, уютно, а самое главное – интересно. Так, например, вы можете заглянуть в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Сейчас там работает выставка на женской половине. Подробнее о ней в следующем сюжете. В древности на женской половине дома находилось все самое красивое и интересное – одежда, рукоделие, посуда. Именно эти предметы в XIX веке заинтересовали Наталью Леонидовну Шабельскую, которая занялась их коллекционированием. Ее собрание русской старины, сформированное в последние десятилетия XIX века, насчитывало более 20 тысяч предметов и было уникальным явлением среди других крупнейших коллекций России. Основу собрания составили традиционные женские костюмы различных губерний, головные уборы, образцы вышивки и кружева. Дополнили ее произведения прикладного искусства из кости и дерева, мебель, посуда. После революции части этой уникальной коллекции оказались разбросаны по всему миру. Сегодня же они украшают лучшие музейные собрания. Однако у рязанцев есть возможность познакомиться с уникальными предметами из коллекции Натальи Шабельской. Сегодня мы представляем рязанскую часть собрания Шабельской и дополняем экспозицию выставки памятниками из приглашенных музеев Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Егоревского историко-художественного музея. Одним из первых даров Натальи Шабельской музея ученой архивной комиссии стала старинная рубаха из Казанской губернии, которую сегодня можно увидеть на выставке. Представлены здесь и головные уборы из собрания Шабельской, которые на сегодняшний день украшают коллекцию Рязанского художественного музея. Наш музей с большим удовольствием предоставил на эту выставку головные уборы. Это северные головные уборы, это золотное шитье с речным и морским жемчугом, с камнями полудрагоценными. Интересная история связана с частью коллекции, которая сегодня находится во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Она приехала в Москву из Франции. Дело в том, что после революции сёстры Шабельские, дочери Натальи Леонидовны Шабельской, они уехали за границу. И там жили до 43-го года. И в 43-м году они обе умерли во время войны в Ницце. И у них оставалась достаточно такая серьёзная часть коллекции. Они её показывали, они её популяризировали, они её издавали. И после их смерти эту часть коллекции наследовал их секретарь, который работал с ними ещё до революции в России. И потом, в 50-х годах, оказалось, что часть этой коллекции её продавали. И в Париже её купил именно часть коллекции, не всю коллекцию, которую продавали тогда, купил наш тоже соотечественник Павел Михайлович Толстой Милославский. Он эмигрант и, собственно, жил в Париже. И эта часть коллекции, она у него и сохранялась до 91-го года. И когда у нас в России всё изменилось в 91-м году, он решил таким образом вернуться в Россию. И вернуться в Россию не только самостоятельно, как бы приехав, посмотрев, что же происходит у нас на родине, но и вернув коллекцию, подарив её России. И таким образом коллекция оказалась в нашем музее. Это часть, которая насчитывает более 300 предметов. В их числе один из лучших и ярких экспонатов – костюм 18-го века, который музейщики и предоставили для выставки в Рязани. Он удивителен тем, что он распашной. Не так много вообще осталось в коллекциях музеев вот таких достаточно старых предметов, потому что уже даже 18-й век – это довольно такие ранние вещи. Именно костюм, именно традиционный костюм. И мы его определяем как Россия, то есть принадлежность какой-либо губернии, в общем-то, не определяется. Но, тем не менее, мы понимаем, что это довольно дорогой сам по себе костюм. Он из узорного шёлка, отделан позументом и кружевом, и золотным, и украшен также металлическими пуговицами, которые, конечно, и функциональную такую роль играют, безусловно. Костюм дополняет ажурный венок, который придаёт ему по-настоящему сказочный колорит. Также на выставке представлены фотографии и уникальные документы. Большая часть этих предметов впервые представлена широкой публике. Выставка на женской половине будет работать на третьем этаже дворца Олега вплоть до декабря. Известный мультипликатор и иллюстратор Сергей Алимов – желанный гость в нашем городе. Всем узнаем мультфильм про доброго циркового льва, каникулы Бонифация и его авторство. А сегодня в Рязанском художественном музее можно познакомиться с графическими работами мастера, на которых оживают гоголевские персонажи. Похождение Чичикова – это 40 листов шелкографии, на которых предстают иллюстрации народного художника России Сергея Алимова к поэме Николая Гоголя «Мёртвые души». Сергей Алимов – художник мультипликационного кино, театра, академик Российской академии художеств, уже много лет работает в книжной графике. Он проиллюстрировал более сотни произведений мировой классики. Среди них немалую часть занимают и творения Гоголя. «Ревизор», «Вечера на хуторе Близди Каньки», «Петербургские повести» и, конечно же, «Мёртвые души». Но эта гоголевская тема, она настолько мне родна, потому что я, вот, так сказать, родившись, и мои любые места центральной области России, где происходило как раз всё действие Павла Ивановича Чичикова и его авантюра по поводу «Мёртвых душ», это настолько мне близко, что я просто и пейзажи, и персонажи я черпал именно из той среды, которая меня окружала всегда. Хотя она по времени была немножко другой, но я считаю, что гоголевские персонажи, они среди нас и сейчас продолжают жить, и чем они дольше будут жить, то они будут как бы и произведение «Мёртвых душ» всегда будет вечно. Первое издание «Мёртвых душ» с иллюстрациями Сергея Алимова вышло ещё в 70-х годах. В течение следующих лет художник продолжал работать над ними, дополняя, выбирая лучшее. То, что сегодня могут увидеть рязанцы – последний вариант. Сам автор считает его законченным, но не исключает, что и он будет дорабатываться. Одно можно сказать наверняка. Сегодня произведение Гоголя невозможно представить без иллюстрации Сергея Алимова. Как график, как коллега, я здесь получаю многоплановые удовольствия. Во-первых, от того, как автор умеет рисовать, как он умеет строить композицию, как он прочитывает вообще литературные произведения, от самой техники его, да, и могу сказать о том, что, понимаете, сейчас такая штука, что без Алимова уже невозможно представить Гоголя в нашем представлении. Выставка сопровождается показом мультипликационных фильмов, созданных Сергеем Алимовым на киностудии «Союзмультфильм» в 60-е и 70-е годы, среди которых «Каникулы Бонифация», «Премудры Пискарь», «Топтышка» и многие другие. Познакомиться с этой экспозицией рязанцы смогут до 27 ноября. Выставочные мероприятия, проводимые в различных кафетериях. Город – это новый формат, который уже успел полюбиться и посетителям уютных кафешек, и авторам картин и фотографий. Сегодня в одном из кафе на улице Почтовая можно познакомиться с результатами работы фотографов в рамках проекта «Креатив Прожект». Выпить чашечку кофе и приобщиться к прекрасному. Мягкий полумрак, уютная атмосфера, зажженные свечи и вкусный кофе. Что еще нужно холодным осенним вечером для создания хорошего настроения? Разве что немного искусства и застывшие на фотокартинах женской красоты. Воспеваемая издавна поэтами, вдохновляющая живописцев, сегодня женщины все так же прекрасны и остаются музой для людей, неразрывно связанных с творчеством. Например, для команды «Креатив Фото Прожект», которая уже год организует тематические фотопроекты, преображая жительниц нашего города в самые разные ипостаси. Мы организовали фотовыставку, работа креативных фотопроектов. Мы представили здесь самые яркие работы, на наш взгляд, которые были сделаны на протяжении больше, чем года существования. И надеемся, что рязанцам, обычным обывателям, будет очень интересно посмотреть на результат нашей деятельности творческой. С интересом к такой деятельности относятся и уже бывалые фотографы. Например, Инна Антонова. Мастер с художественным образованием и богатым опытом за плечами, она с удовольствием участвует в волшебстве превращений. На самом деле все вот эти проекты, которые здесь есть, все были мной очень любимы, и ко всем мы очень готовились, и вложили в них все, что могли, собственно. Здесь у нас был проект летом в рекламу студии ландшафтного дизайна. Мы ездили по нескольким точкам. Здесь была очень красивая клумба с цветами, и здесь девушка вот лежит у нас на подушке с красивой травы. Участие в проектах принимают чаще всего самые обыкновенные девушки, но порой желания изъявляют и профессиональные модели. Это было интересно для того, что это первое первоплощение, именно русскую красавицу, какие-то атрибуты, костюмы. И это интерьер, вся атмосфера, она способствовала первоплощению. Обычно я перевоплощаюсь, но, соответственно, на подиуме, какие-то такие фэшн-съемки, а это больше исторически. Прекрасные портреты ярких девушек, полученные в результате работы целой команды специалистов, теперь украшают стену кофейни крем-сода. Наверное, тенденция ведет к тому, что большинство заведений так или иначе организовывают выставки. Особенно, когда стена, грубо говоря, просит разместить на себе кусочек искусства. Ну и, соответственно, в нашем заведении также возникла мысль выставить подобные картины. На самом деле галерея прекрасных образов, полученных в результате деятельности команды Creative Photo Project, велика. И это первая, но не последняя выставка фото-журнала о красоте. Кухня. Кухня – это то место, на котором мы проводим достаточно много времени. Именно поэтому так важно, чтобы оно было удобно, функционально и эстетично оформлено. Найти кухню своей мечты вам помогут в салоне Ай-Кухни. Капучино, пломбир, капреза, тирамису – можно подумать, что вы попали в дорогой ресторан или уютную кофейню. Однако меню этого салона предлагает вам отнюдь не еду, а стильные, яркие и функциональные кухни. Аппетитные названия моделей, представленных в салоне Ай-Кухни, подчеркивают определенный вкусный стиль и образ мебели, над которой работали дизайнеры совместно с психологами. Кухня, в первую очередь, это то место, где мы готовим для наших близких и для себя. То есть, соответственно, создаем иногда, может быть, даже какие-то вкусные домашние шедевры. Поэтому кухня, в первую очередь, ассоциируется с чем-то вкусным. Соответственно, даже когда клиенты приходят к нам и видят образ моделей, это довольно интересно, когда кухня имеет вкусные названия. Оформление кухонь – задача довольно сложная, особенно если выбирать мебель, для нее предлагают по каталогам. В салоне Ай-Кухни все иначе. Здесь вашему вниманию представлено более 20 готовых моделей, выполненных в двух стилях – неоклассика и модерн. В них воплощены наиболее удачные сочетания фурнитуры, фасадов, столешниц, декоративной плитки и даже бытовой техники. Кроме того, вы сможете лично убедиться в грамотно организованном рабочем пространстве и функциональности представленных образцов. Ну а если что-то вам придется не по вкусу, приветливые консультанты помогут выбрать, к примеру, другой цвет столешницы или фасада. Сделать это можно, опять же, не прибегая к помощи скучных и непонятных каталогов. На все материалы и фурнитуру можно посмотреть, их можно потрогать и примерить к понравившейся модели кухни. Варьируются и габариты. Дизайнер салона Ай-Кухни быстро соберет понравившуюся вам модель в специальной программе по вашим размерам. Еще одно преимущество данного салона – качественные, экологичные и долговечные материалы. Для производства нашей мебели мы используем австрийское ЛДСП фирмы Игер толщиной 18 мм. Класс экологичность у него Е1, данное ЛДСП используется даже для детской мебели. В плане фурнитуры у нас все кухни комплектуются фурнитурой Блюм. Это является нашим преимуществом, то есть вне зависимости от ценового сегмента фурнитура везде идет качественная. В плане фасадов представлено весь спектр современных материалов – пленка, акрилайн, массив, ДСП. Пожалуй, даже гурманы найдут здесь кухни по вкусу и обязательно выберут одну из аппетитных моделей. Будет это черничный мусс, шоколад или ароматная корица – решать только вам. Ознакомиться с оригинальным кухонным меню вы сможете в салоне «Ай-Кухни», расположившемся по адресу Солочинское шоссе, дом 2, в торговой галерее «Аврора», напротив торгового центра «Круиз». Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин